Среднестатистическая семья Снаружи выглядит весьма даже симпатично Узнаваемое лицо, сбалансированный профиль Причем сразу видно, что этот автомобиль сугубо прагматичный и практичный И меньше всего при его создании заботились о красоте Но при этом ничего отталкивающего во внешности нет Просто грамотно спроектированный универсал с максимальными возможностями Внутри тоже без откровений Не самая удобная посадка водителя из-за отсутствия регулировки руля по вылету Простенькие материалы отделки, но собрано все аккуратно В общем, разумный подход к экономии средств На втором ряду кресел тоже безо всяких изысков Обычный диван, разделенный на две неравные части Никаких дополнительных регулировок или других удобств для пассажиров второго ряда не предусмотрено А вот места хватает с избытком Трое пассажиров во втором ряду усядутся без проблем Есть и секретное оружие Renault Logan MCV Разместившиеся в багажнике дополнительные два места Которые превращают автомобиль в семиместный минивэн Чтобы упасть на третий дополнительный ряд сидений Нужно всего лишь сложить спинку второго ряда кресел И потом откинуть ее Все, можно залазить и занимать место на галерке Вы знаете, здесь не так уж плохо, как могло показаться сначала В общем, я со своими длиннющими ногами поместился Хотя, конечно, сидишь с высоко задранными коленями, как кузнечик Но думаю, что поездку километров 100-150 я бы здесь выдержал А уж дети подросткового возраста и меньше Вообще без проблем здесь просидят хоть 500 километров Но мы-то уже знаем, что семиместность в ограниченном пространстве даром не дается Чем-то приходится жертвовать Естественно, объемом багажника Вместить три ряда сидений в автомобиле Б-класса не каждому удавалось Но, естественно, не обошлось и без недостатков В таком случае это небольшой объем в семиместном варианте То есть, как видите, в багажник влазит максимум две таких сумки И куда положить багаж всех семерых пассажиров остается большим вопросом В случае переезда на новое место жительства всей семьей придется сделать два рейса В первом увезти всех домочадцев, а во втором все вещи, удалив из салона второй ряд кресел И доведя полезный объем багажника до почти двух с половиной кубометров Под капотом Renault Logan MCV может устанавливаться как бензиновый двигатель объемом 1,6 литра Так и полуторалитровый дизелек мощностью 75 лошадиных сил Конечно, дизель бы больше подошел к характеру и предназначению этого автомобиля Но мы довольствовались бензиновой версией Моторчик оказался неплох, весьма тяговит, но при этом и шумит изрядно Причем это не столько недостаток звукоизоляции, сколько жесткая работа самого двигателя Зато педаль сцепления внятная, а тормоза информативные и безошибочные Есть семейные автомобили очень комфортные Есть семейные автомобили очень драйверские А есть Renault Logan MCV Не очень комфортный, не очень драйверский Но зато с очень энергоемкой подвеской Простой, неприхотливый, просторный И в принципе, я думаю, он вполне отвечает средним потребностям Среднестатистической белорусской семьи Конечно, можно попинять Renault Logan MCV на отсутствие многих опций Делающих автомобиль полноценным средством передвижения для всей семьи Но и того набора функций, что есть у машины Вполне достаточно для удовлетворения большинства потребностей Не слишком притязательной семьи Напоминаем, голосование за звание лучшего семейного автомобиля Проходит на сайте программы 3w.ap.by